Всем привет друзья, с вами Хантас и у нас обновление 1.5.0 Хэллоуин в Гримсау. Дорогие изгнанники, обновление в честь Хэллоуин уже здесь, спешите принять участие во всех праздничных событиях. В обновлении 1.5.0 всем игрокам стала доступна новая локация, зловещее кладбище. Локация кладбища обновляется каждый день, так что сражаться с жуткими противниками за спрятанность в саркофагах сокровища вы сможете на протяжении всего праздничного периода. Кстати, вот рамки здесь не озвучивают. Так, это у нас скелетоны какие-то, то есть на локациях их нужно убивать. В топ броньки он стоит, это намек на то, что будет жестко. И вот какая-то булава непонятна у него. Как и был обещан, у нас теперь новые соседи, а значит можно начинать знакомиться, и Хэллоуин идеально для этого подходит. Нужно надеть свой любимый костюм рыцаря, постучать в дверь и спросить, сладость или гадость. Ответ не заставит себя долго ждать. Кстати, если не получились сладости, попробуйте еще раз. Считается, что в канун дня всех святых души умерших возвращаются на землю, поэтому не пугайтесь новому обитателю вашего замка. Он тут временно. Мертвый рыцарь готов поболтать и даже поменять свои сокровища на слезы. То есть это у нас он будет на нашей локации охренеть в нашем замке. Но это не просто слезы, а особенно стеклянные капли, которые так похожи на слезинки, что их иногда еще называют ботавские слезы. Каждая такая капля прочнее алмаза и выдержит удар с самого тяжелого молота, но мгновенно рассыпется в пыль, если отломить кончик ее хвоста. Конечно, ломать слезы Руперта не нужно. Лучше отнести их вашему мертвому другу и получить прекрасный призрачный меч, окутанный мистическим сияльным, который еще и замедляет врагов. То есть вот он нам его демонстрирует. Кстати, разработчик пока снимал. Вот его труп. То есть у него все-таки как-то зафейлилось это. Слезы Руперта можно найти в зловещем кладбище в тайной комнате подземелья Отрекши и у соседей. Ребят, в тайной комнате. А еще у некоторых менее дружелюбных рыцарей вам, наверное, интересно, что за такая комната. Но, увы, этого никто не знает. Поэтому если все-таки найдет тайную комнату, то присылайте скриншот в комментариях. Ребят, сразу делаю спойлер на тайную комнату. Мы ее найдем в следующем видео. То есть это у нас в этом видео полностью обзор. Соответственно, мы все проверим, кроме тайной комнаты. Потому что я, ребят, построил пыточный стул. Хотел, соответственно, уже видос выпустить. Практически все готово. Но, все-таки обновление вышло раньше. Поэтому полностью зачистим и первый, и второй этаж. Я думаю, все-таки мы эту тайную комнату найдем. Даже сколько бы ресурсов на это не ушло. Так, какой же праздник без соответствующего антуража? На время Хеллона вам доступен рецепт Пугла, который добавит 50 очков в любому замку. После окончания ивента праздничный рецепт исчезнет. А вот тыквоголовые будут радовать. Тыквоголовые. Так, здесь вот говорится про один рецепт. Ага, может быть, несколько можно будет поставить. Будут рады, сейчас пока не надоест. То есть, мы если один раз крафтим, он будет у нас на поставленной основе. Это будет как отсыл. Он будет нам напоминать про этот замечательный ивент. Обязательно полакомитесь праздничными угощениями и включите в свой рацион главное блюдо сезона запеченную тыкву. Тыкву можно выращивать на грядках. Заготовьте их побольше впрок. В мире гримсау все акционные предметы останутся у вас даже после окончания событий. В нашем магазине лишь на время Хелна появятся новые тематические элементы, декоры и легендарная касса ужаса. А если уже знакомые вам позиции теперь включают праздничное оружие и угощение, во вкладке замок вместо элегантного сундука вы найдете не менее изысканный сундук гроб. Чтобы не проставило зря, используйте его как хранилище. Ну а акционная готическая кровать добавит целых 5 очков замка. Ну, немножко отсыл на донат. Донат, донат. Изгнанки. Обращаем ваше внимание, что время проведения Хелленского ивента ограничено и привезти все эти предметы после его окончания будет невозможно. Спасибо за внимание и счастливую Хеллену. Ну что ж, давайте зайдем в игру и оценим все. Итак, при входе в игру очень-очень интересная озвучка была. Соответственно, я также начало, наверное, ее добавлю. Не упустить же шанс обыскать чужие замки до того, как они обновятся снова. То есть, они еще обновляться будут? Да ладно. То есть, вот она, Хелленская локация. Достаточно близко возле дома практически находится. И вот они, наши соседи. Так, я не совсем понимаю. Их местоположение поменяли? Серьезно? Или я что-то путаю? Матфокс. Совсем другие базы. Совсем другие. Нет, вроде бы все на своих местах. Вроде бы все на своих местах. Но совсем другие стали. Так, ну давайте посмотрим, что у нас дома изменилось. Посмотрим, что за пугало, что за рыцарь. Так, где ты, наш рыцарь, ты там находишься? То есть, вот, павший, павший рыцарь. Точно, точно. Вон он здесь у нас в Трупешске лежал. Твои соседи что-то такое, он сказал. Охренеть, просто. То есть, вот, Трупачевский лежал без башки. А сейчас, во время Хэллоуна, он ожил, ребят. Он ожил. Офигеть. Не ожидал меня здесь увидеть. Изгнанник, эти награды станут твоим, когда принесешь мне слезы Руперта. Вот она булава. Соответственно, также на самой первой картинке мы видели этот лук. И вот он меч. Так, выслушать. Ага, мы по разу эти предметы можем, что ли, получить? Я вот не совсем понимаю. То есть, нужно формить, формить, формить эти слезы. То есть, они нас выпадают в тайной комнате у соседей. И вот на этом ивенте. И по очереди, получается, мы сможем получить эти легендарные пушки. Костяной лук, редкий предмет. В конструкции этого оружия применены нестандартные материалы. Ну, конечно, из костей сделано. А вот дальше мы... А, дальше тоже можем посмотреть. Костяная палец. Раньше он был воином, теперь стал оружием. То есть, из чьей-то головы сделано палец. И призрачный охренеть урон 87. Этот клинок окутывает синее пламя миру духов. Замедляет противников. Охрененно, охрененно. Я пришел из грани. Да иди ты в жопу. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, кстати, у нас поменяли. Немножко отличается теперь донатик. Немножко отличается донатик. Где у нас там пугало? Вот оно, пугало. Ага, все-таки тыкву нам нужно найти, чтобы его сделать. 20 толстой ткани. Ну и такие предметы самые. То есть, свечи. Так, так. Максимум 3. То есть, 3 штуки мы можем поставить. И это нам добавит 150. То есть, каждое пугало плюс 50 очков. И получается... Плюс 150 очков к замку мы можем скрабить. Ну, я вот не знаю. То есть, мы обязательно затесим, ребят. Обязательно. Так, ну, давайте, наверное, приоденусь. Для этого специально у меня... Кстати, сундуки, да, поменяли? Они раньше не так выглядели. Да, сундуки все-таки скин сундука тоже поменяли. Мне специально для этого ивента, ребят. Смотрите, какая бронька. Фу. Практически 3 набора имеется. Я думаю, сейчас. То есть, настало это время. И мы в этой броньке с оружием. При броньке офигенной. С хилкой. Сейчас, соответственно, пойдем. Так, приоделся. Взял с собой перначей. То есть, это мое любимое оружие. Хилки. Ну, давайте отправимся. Узнаем, что к чему. И еще нам надо не забыть к соседям заглянуть. Посмотреть, что там изменилось. Так. Завещае кладбище. Трофеи. То есть, показывает, что там дофига трофеев. Заходим. Ух. Как все мрачно. Так. Так. Ага. То есть, смысла вокруг нет бегать. Здесь какие-то тыковки. Это кто у нас там? О, вообще пернач идеально, кстати, подходит. Ну, в принципе, не особо отличается он от ночи на кладбище. То есть, какие-то волны. Блин, ребят, пернач идеально подходит для этого. Пернач идеально подходит. Надо, кстати, поменять. Так, что у вас? Так, фигня, а не лут. О, аж пять штук. Аж пять штук. Так. Еще волна. Вот слезы. Это у нас праздничный кекс. Лечение аж восемьдесят. Офигеть. Так, семена тыквы. То есть, мы из нее вырастим. Потом из тыквы сделаем обязательно пугла. Иди сюда. Тут ведьма, что ли, где-то плачет? Скелетон, иди сюда. Прикольно так рассыпается. Так, а что будет, если до конца зачистить? О, яблоко в карамели. Иди сюда. Что-то вообще изи, ребят. Я так приоделся. Думал, тут капец, какие волны будут. Так, пушечка. Еще слезки. Так, это обязательно все забрать. Да замолчи ты. Так, это она, да, понимаю, осталась? Может, грохнем ее? Ага, вот. То есть, то, что изображалось. Блин, я все-таки неправильно поставил. Хилку. И все? Больше не будет врагов? Так, а это у нас постепенно лечит сладкое традиционное угощение, которое придется по вкусу каждому изгнанника. Лечение 45. Лечение 40. И в ней тоже слезы. Благовьини. Так. То есть, в принципе, все необходимое для крафта пугала и прочего мы здесь можем найти. И лучше стоит поторопиться. Периодически появляются волны. И зря, ребят, я зря. Одел такой сет. То есть, в принципе, здесь можно практически голым все зачистить. Так, это был фейл. И здесь, наверное, еще фейл, да? Ну да. Подстава на подставе. Ты что с лопатой? Перначи, булавы. Кто чем вообще? Кто чем гораст, тот тем и бьет. Так. Вот это! Топовый лук! Охренеть! Топовый лук выпал. Серьезно? Есть шанс выпадения? В конструкции этого оружия применить стандартные материалы. Жесть! Я зачем столько всего взял? Так, что оставим? Чем пожертвуем? Давайте пока так. И еще один здесь нас ждет. А, все открыли. Значит, все открыли. Ну, в принципе, я думаю, можно потом добежать. Да, вот с них ничего не падает, да? То есть, в принципе, их фармить нет смысла. То есть, тупо по откату, ребят, забежали. Взяли какую-нибудь пушечку наполовину. Одели какой-нибудь бомжарский сетик. Взяли с собой мяско штук 10. И, в принципе, можно зачистить. Ну, давайте скинем. Давайте поставим тыкву выращивать. Выращивать. Офигеть, конечно. Давайте посмотрим. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Так, ну давайте поставим тыкву выращивать. То есть, по КД, ребят, по КД. Сейчас посмотрим, сколько КД. По-моему, 1 сутки, да? 1 сутки. То есть, в принципе, время не отображается. Так же, в принципе, как и привратника ориентировочная. Нужно приблизительно запоминать, на какое время. Соответственно, в какое время вы убили. То есть, у меня, в принципе, практически полуночь. И, думаю, нужно это запомнить. Сколько выращиваться? Целый час. Целый час. Охренеть. Ну, ладно. Думаю, здесь, ребята, так все понятно. Соответственно, из этой тыковки. То есть, ее можно, в принципе, съесть. Потом, думаю, также можно приготовить. Давайте, кстати, посмотрим рецепт. Где добавили. Где ее можно готовить-то? Добавили нам рецепт? Да, добавили. Ага, постепенно лечение 50. То есть, 3 штуки приготовили себе. Можно одну для коллекции какую-нибудь оставить. И остальное можно, в принципе, готовить. Ну, хилка 50. Это неплохо. То есть, и так же очень много еды и питья добавляет. То есть, в простом костре можем мы ее приготовить. Так, ну, давайте навестим наших соседушек. Так, какому же соседу отправиться? Управиться. Вот, раптор. Раптор какой-то. Матфокс. Плеер 526. И плеер 421. Ну, конечно, ребята, это ники. Никнеймы данных баз. То есть, может быть, копия взяты из реальных. И если вы видели себя, то обязательно пишите в комментариях. И, конечно же, прожмите лайк. Ну, самую близкую тогда вот к раптору пойдем. То есть, у меня, в принципе, энергия практически позволяет. То есть, энергии 23, а нужно 24. То есть, чуть-чуть подождать и можем добежать. Так, заходим. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Так. Ну, капец. Я, конечно, лошара. Я вообще, капец лошара. Забыл топоры. Просто вообще молодец. И кста... Ой-ой-ой. Тут же, как показывали, можно постучаться. А про стук в дверь это намекали, типа... Взорвать ее к херам? А, вот она дверь. Сладость или гадость? Клево. В чумных землях нет места нечисти. Да ладно, бля. Чего? Ребят. Я просто тупо постучался. А дальше взрывает. То есть, прихожка. Ребят. Просто в прихожку постучались. Так, волк не добежал. И такой лот получили. 81 слеза. Просто 81 слеза. Охренеть. Всех, ребят. Обязательно всех соседей нужно навестить. Это капец. Просто... Нет, конечно. То есть, получается, ребят. Я мог получить сначала люлей. Потом, может быть, еще получить люлей. И уже после этого, может быть, нам что-то перепало бы. А здесь вот мне повезло сразу смотреть 81. То есть, сейчас, в принципе, можно ему отдать. Можно ему отдать. И он нам плюхи даст. То есть, лучше, ребят, при броне, при хилке, соответственно, навещать их, этих гостей. А этих соседей... Блин, офигеть. Смотрите, сколько всего дал. Свиток контроля. Офигеть. Ребят, обнова реально топовая. Просто мега-мега-мега топовая. Иди нафиг. С вами был Хантас. Обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Кстати, кстати. По поводу этих кольев. Если появятся хромовники, мне кажется, теперь об этих кольях можно их убивать. Потому что, если помер волк, то, соответственно, и этот от него откинется. Да? Да-да-да-да. Вон, он получает урон. Он получает урон теперь, ребят. То есть, колья поправили у соседей. Ну ладно. Не буду вас задерживать, ребят. Спасибо за просмотр. С вами был Хантас. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поддержать большим пальчиком вверх. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok